нас тут интересно на пляже сейчас будет трое лодки собакой так понимаю люди приехали них сто пятьдесят второй регион долго выгружается очень много вещей вот сейчас обед я просто не почему 12 дня они решили выйти в море они спускают вот лодку женой идемте поснимаем что интересно что же столько вещей людей 152 регион сейчас узнаем где это находится и куда они собрались нужно узнать они наверно рыбалку мне кажется и спасательные жилеты как думаешь куда на рыбалку ну да у них нет удочек пойдем жену мы такие любопытные нам прям салонтируется куда же вы собираетесь на рыбалку удочек нет а все теперь мы поняли а скажите какого города нижегородская область сколько уехали сюда к нам вот больше суток да получается полтора суток ой круто каждый год сюда приезжайте увлекайтесь до подводной рыбалкой здравствуйте а рыбу ловить вот так на самадур это ловлю честно сказать надоело здесь много рыбы было но надо вставать рано можно отдыхать приехать подождите вот нет мы с ним не дыхать мы здесь тоже проживаем у него не получается здесь что-то словить урана встает есть кстати вот ну по крайне мере раньше раньше вот когда устричные это да 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 очень много этой тавриды было я просто этот на крючок не люблю ловить я этих на самадур китайцы на присылали крючки с этим с всякой кушать ну чтобы эти блестки все и отлично было пораньше что выезжаешь а сейчас вот в этом все не пробовал в прошлом году уже мало рыбы было но вот там вот потопленный корабль стоит далеко-далеко воду где может там и тут рыбачить там постоянно рыба крутится почему что-то в этом корабле что-то на просто рядом также устрица разу ты ей покушать да 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 а я вообще-то здесь этим подводной охотой занимать вот сейчас волнорезы появились я вот как-то плыву тыщу таких рыб подо мной прям прошли я открыл-то открыл-то выстрелить вот атака рыбы рыба и есть горбы или есть местные вот потом этот лобань есть вот а еще сейчас со среднеземного моря этот сибас заходит говорит в магазинах продать сибасик такой а здесь вот такие сибаса он поймал сибаса ну вот где-то на местном сайл в принципе рыба есть но чтобы ее поймать вот мне надо видимость 4 метра минимум а лучше 7 чтобы вода была чистая в прошлом году такой видимости не было вот дожди-то шли и в этом году вот сейчас я не знаю сейчас плаваю посмотрю может хоть метра два видимости будет потому что когда меньше видимости ты рыбы не видишь она уже себя попряталась ага вот так и толстый дельфин ходит ест нашу рыбу вот он вдоль пляжа два раза в день утром днем ему же легче рыбу поймать дельфин съедает среди вас три раза в день съедает после него плывешь рыбки конкурент ваш да вот так что рыбы поймать просто интересно да а здесь один дедок кстати у вас вот в прошлые года ловил прям стрелял кефаль такой тут же на пляж продавал ее да вы что не видел я часто замечал вот именно вот на центральном пляже там длинные волнорезы под этим волнорезом так называем рыба на как опреснение выходит приходит к речке ближе и там их много рыбы вот профессионалы они набивают много рыбы вот а вы профессионал я любитель вы любитель что самое интересное словили вообще в нашем море за эти годы вот кота вот такой поймал ну правда один кот такой кот рыбы этот скат морской скат морской скат вот такой этот шип он может до крови его и до кости ногу пробить так он за мной в атаку пошел я не думаю рыба будет таковать я у него стрельнул попал этот блин вью он разворачивайся и на меня я пошел в атаку я еле удал от него а дельфина выйдете постоянно да наверно они плавают рядом со брюхи едят рыбу кто не трогает а сейчас они прям очень близко близко на плавишем ряд 10 своя рыба горбыль и вот это кипаль лобань ну барабульки вот эти таврицы ой ну вкусно что самое вкусное наше море все подряд поймать просто понырять красиво посмотреть что красота что у нас там все таки рифы есть красивые скалы красивые такие каменюки большие как я считаю большие там щели своя какая-то да я сравниваю я была на тихом океане там конечно другое там те же скалы там такие огромные звезды ежики да 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 я в таиланде сноркелила тоже там вот три метра вот три метра и ты дождь как это так вот голову опускаешь и видишь там фиолетовые звезды лежат ежики ты думаешь неужели ты так близко до олимпиады пока вот эти камни вот эти не в море выбрасывали своя как-то лора и фауна своя фауна большие рачки там всякие крабики все красиво было смотри а сейчас пистан все затянуло и все это оттуда откуда-то не все ну как бы как они поэту делали горы взрывали а камни по всем побережью вывали типа берег укреплять и песком все замыло все вот флору вот так я тоже смотрю бедненько у нас море бедненько на рыбку бедненько очень захотеть чуть может поймать но я уж особо не хочу так случайно и здорово главное что хобби иметь хобби в жизни и получать это удовольствие обратно во сколько приплывет вдруг мы дождемся да она тоже будет нырять под водой или будет сверху она чаще сторожит лодку и папу а вот эта река это не морская не матросская щель это река субаджи по моему и у айвазовского есть картины штурм субаджи стурм субаджи да то есть там вот показаны русские корабли которые брали приступом боролись с местными пламенами и основали потом головинский форт вот так у нас же мог вот эта улица штурманская называется и вот там в головинке тюльпановое дерево это оказывается последний из целой аллеи тюльпановых деревьев на том холме для лесенка мне кажется вон там три картины у него и бы туда рисовал атака была вон в ту щель там этот субаши река маленькая она сейчас матросская щель вот три три картины очень хорошо в интернете есть вот а здесь вот как огромные корабли стояли ага вот а там у них а потом форт был эти а брейки нападали до 8000 человек собиралась нападать на нас на головинку да ну там форт ну там это как и этот как у американцев на них и дети нападали а на нас местные брейки до 8000 человек собирались и нападали вот такие схватки были в 1840 году примерно вот а это вот когда айвазовский это картину писать он очень молодым был корабль его оттуда заходил там мы вчера буквально посмотрели увидели те горы которые на картине думал наврал не наврал нет не наврал те горы оттуда он застымал туда вот а потом подошел ближе и снял атаку как эти лодки высаживаются матроски почему матроска щель называют старым погибло много вода тогда чистого моря вам мы дождемся придем тогда посмотреть сначала надо согласовать с этими как его с пограничниками границ кругом есть фэйсбэщики смотрят следят все пограничники следят разрешение взять конечно берите разрешение такой пошел разрешение брать вон там ведь у него есть кабинка зашел в кабинку к разрешение брать поломалась как его зовут шапка шапка почему шапка 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 разрешили ночью строго у них две морские миль дальше не заплывать вечером ночью не плавать перед тем как отплываешь взять разрешение когда приплыл взять разрешение что ты приплыл а то есть искать можете искать будешь из-за того что вы сигнал подали что уже уплыли что я вам сейчас сказали можно я заявку дал все добро дали потом вечером надо это обзвониться прибыл конечно такое может быть вот так вот выйти вот и порядок вам рассказали не просто так моторную лодку иметь на черном море вообще после 8 часов вообще на пляже не должно было никого резиновыми лодками запрещено было пользоваться в локации для границы строго очень было ну советское время а сейчас разрешает даже вот этими пожалуйста лодка с мотором приезжай плавай даже вот я не приписан никакому здесь этому как к причалу да у меня домашнее хранение я приобрел я вот где по месту пребывания то есть отдыхаю у хозяев я вот по такому адресу отдыхаю лодка приписана к этому адресу и мне разрешают отлично сейчас свои лодки с россии приехал поплаву ехал вот так вот это первый заплыв грязная была грязь одна да 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 я боюсь видимости не будет да да максим 4 метра ни одной ни разу видимость не было и 7 метров надо 7 метров чтобы увидеть что-то где-то 9 метров видимость ну зато в крыму лучше в крыму чище вода вот я как-то там нырял к дну иду дуна нету я местный платил слушай почему я вижу дно плыву к нему не могу доплыть вот тут здесь глубина от метр 15 я говорю я больше 7 метров не ныряю одно-то вида вот она она в масштабе лично галки по я чуть клуб его не никак не до дна не букву это крылья закрываем автор там рейк нету грязи не а не выносит ничего сгор и выносим очень чистая вода ну правда рыбы-то нет и не есть ничего тоже рыбы нет но потому что они где-то есть море то но у нас рыба подходит к речкам есть много поэтому здесь рыбами как лучше вот так вот ну вы мне рассказали давайте все удачки вам пошла я